когда мы приводим их на детские программы воскресной школы или куда-то отдавая кому-то вот чтобы типа вот там ты получишь божье наставление направления я не верю а дома как будто видеть другую картину мы верим только в одну простую вещь что самая сильно проповедь она звучит на кухне именно от родителей вы по сути дела увидели даже на следующем шаге вроде люди уже нашли друг друга вроде они пришли к свадьбе к тому чтобы ознаменовать события соединения двух душ но на самом деле не было тех кто назвал назвали бы им что есть самое главное сможете ли вы жить вместе а ты знаешь что вот в одну упряжку не запрягают арабского скакуна и корову мне нравится метафора что пара вот мужчина женщина это как два огонька танцующих рядом то есть они один огонек не должен разжигать второй или тушить его да мы цельные личности которые объединят свою силу да им просто прикольно и кайфово жизнь вместе танцевать вместе эту жизнь виталий и вера лагуновы сертифицированные коучи психологи тренеры мышления авторы онлайн программы для мужчин и женщин влюбиться и не ошибиться более 25 лет семейная пара служит наставниками для тех кто хочет построить счастливые отношения виталий и вера убеждены что секрет успешного брака можно описать всего одним словом друзья это вторая часть программы личное признание если вы не видели первую приглашаю вас ее посмотреть потому что с вами сегодня делятся такими закрытыми обычно историями жизни замечательная семейная пара вера и виталий лагуновы они семейные консультанты они служители люди знающие бога люди которые уже более 25 лет в браке уже заход на второе 25-летие да там на 50 лет совместной жизни в каком качестве вы встречаете вы родители да расскажите немножко у нас двое детей старший сын 23 года 2 года как уже он замуж женат да и у нас дочка 18 лет наши дети верующие дети наши родители верующие покаялись и грестились у вас все родители живы да и мы чувствуем себя очень защищены потому что поколение над нами поколение под нами это люди которые имеют те же самые принципы и ценности что и у нас да это интересно что сын немножко повторил нашу судьбу можно сказать потому что он поженились также 21 год как и мы поженились 21 год так совпало и они женой сейчас служит в церкви полностью свое время тратит на то чтобы заботиться о молодежи то есть около 100 человек в их ответственность они все для них организовывают они их души попечители и их как бы организаторы игротек и спорта и всего на свете поэтому это очень интересно видеть сына тоже вот как бы по стопам по нашим но так получилось знаете вот в первой программе я вас спросила в чем секрет вот как действительно влюбиться и не ошибиться здесь я бы хотела вас спросить вот пользуясь тем что вы только что рассказали как в чем секрет как поделиться своей верой получается и с родителями и передать ее детям чтобы это было действительно не номинальная вера это было не не просто поверхностная вера чтобы вот дети действительно так горячо всем сердцем всей душой были ведомы вот вот этим посылом этой ценностью я здесь может быть чуть-чуть скажу важную вещь бывает такое что как бы человеческий мозг уже всегда ищет каких-то алгоритмов каких-то закономерностей чтобы вот повторить чей-то успех и все на самом деле жизнь она очень разная и на формирование личности любой ребенка как бы влияет множество факторов поэтому я не могу сказать что вот наш какой-то рецепт там всем подойдет да я думаю что в первую очередь это конечно милость бога вот но бывают просто разные типажи да разные обстоятельства разная среда окружающая разная генетика да но я бы сказала наверное что мы старались просто быть честными о том кто мы мы всегда показывали свою зависимость от бога и я думаю что это помогало детям понимать что их родители под богом ходят они просто тут главенствуют и властвуют да что мы под богом и тогда мне кажется они у какого-то мы спрашиваем да то есть они видели что и они могут тогда также да то есть это послушание родителям потому что родители службы как слушаться бога да вот поэтому вот этот пример родителей и мне кажется мы особенно когда они стали подростками были очень открыты о том через что проходим мы какие сложности а у кого есть подростки все знают что дети очень любят слышать и слушать а про то какие слабости или какие истории были жизни у их папы и мамы думаю что немногие родители балуют детей такими рассказами но мы все люди вот мне кажется не надо ничего строить просто быть собой вот если что-то замечательное происходит слава богу отдавать если какие-то трудности я рассказываю как я прохожу дети видят какие отрывки из библии мне помогают когда как я молюсь мы молимся вместе у нас были семейные времена где мы учили их каким-то важным принципам вот поэтому я думаю что вот этот пример родители такой самый важный вот читали поговорить да самая сильная проповедь для подростков и детей звучит на кухне не там куда мы приводим наших детей когда мы приводим их на детские программы воскресные школы или куда-то отдавая кому-то вот чтобы типа вот там ты получишь божье наставление направления я не верю а домом как будто видеть другую картина я не уверен только в одну простую вещь что самая сильная проповедь она звучит на кухне и именно от родителей до кухни это где все встречаются и все максимально честные я там не при параде я на кухне такой какой я есть я вот в самой простой одежде я ничего из себя не строю но именно здесь происходит то самое волшебство наверное это передача ценностей происходит именно там здорово а вот знаете хотел попросить вас поделиться как раз вот еще другими какими-то семейными ритуалы традиции до которые которые создают как раз вот этот круг жизни семьи знаете как праздники вот в течение каждого года они напоминают нам и сезоны и то что вот повод является для встречи из целой серии там голливудских фильмах как не встретить рождество одному например это прекрасно что была создана целая традиция будет на рождество семьей например как вы это организовали что помогает поддерживать этот христианский такой и вообще дух любви я поделюсь частью которая на которой я похоже взял ответственность нашей семьи так плане детей это когда я приходил с работы и был очень уставший всегда ну тогда был такой период когда когда они были маленькими до были маленькими и требовали достаточно много внимания и не было много любопытства к жизни и вот то что мне безумно нравилось что я я горжусь этим периодом своей жизни хотя он был очень тяжелый для меня когда приходилось работы на меня сразу два басхрумана напрыгивали обнимали вот по ногам я даже вот обувь не успела снять и все внимание брали на себя в том смысле что у нас было каждый день мы играли и это всегда такие были игры когда мы например там боролись или этом пытался там догнать предварялся большим и лучшим злобным роботом который гонялся по всей квартире пытался их в бантик завязать между друг другом вот как вот как бы фактически бантик и это так это так смешно это так интересно атмосферу такую всегда это такая атмосфера да и я думаю что того что так было много тактильности потому что мы реально много боролись там сын занимался зато я был для него с парень партнером веронечка не меня тут же мешала спуталась и мы вот это все когда мы переплетались вот так вот телами вот эти вот смехом вот этим каким-то искрящим моментом мне кажется это была такая добрая традиция которая потом которая потом позволила мне сейчас наслаждаться тем как они строят отношения друг с другом как брат сестра насколько они близки теплые да как они тянутся как они шутят как они раскрываются я всегда думал это просто идеал как я хотел бы чтобы мой сын с моей дочкой контактировал да ты душа за них спокойно как говорится можно быть уверенными что у них все будет хорошо то есть традиция через эти игры ну еще я думаю семейные времена это каждую неделю мы собирались все вместе вчетвером и какой-то маленький трек из библии какая-то песня какая-то сценка какое-то изучение принципа или навыка это тоже было очень весело и хотела вас также спросить вот как бы вы могли выделить какой-то может быть принцип или что вам помогло состояться как семье как но служителям как личностям которые как два огонька танцуют вместе да но я вам такую историю скажу когда я строю когда пришел в церковь и строю отношения с девушкой с девушкой которая мне была очень симпатична на все все дни было все так как я думал должно быть моей девушке для высокая светленькая все там стратил на телосложение очень скромненько и послушника я думал вот что вот это сделать меня на самом деле счастливым но моей жизни оказался очень интересный человек наставник который он он был старше чем мой отец потому что церковь была достаточно молодая мы практически были сверстниками но вот его мудрость мне очень пригодилась давайте вот приведу пример как это было в моей жизни он спросил меня виталия покажи мне пожалуйста свою подругу познакомились со своей подругой с девушкой который ты строишь отношения игру вот он интересно сказал ты знаешь он подсветил мне то что я не мог сам увидеть он это ты знаешь что вот в одну упряжку не запрягают арабского скакуна и корова ухты игры но я понимаю потому что я смотрите здесь никто и не из них не лучше просто польза коровы она дает то что она дает польза скакуна это своя до пользы но из-за того что есть разноплановость такая скакун либо деградирует либо корова выдохнется от тех ритмов которые мы закладываем в отношения когда вдвое в одной упряжке я никогда на этого момента не смотрел и никто из моего окружения до этого не мог мне подсказать что действительно мы не смотримся так что как в унисон идущий в одну сторону с одной скоростью ведь важно не просто вектор у супругов не в одну как что они в одну сторону смотрят важно еще и скорость движения насколько люди могут вместе идти быстро куда они договорились она даже и по темпераменту и по своим устремлениям была совсем совсем другая не лучше не хуже не сравниваем просто другая я бы сказал что просто ценности да те же да то есть все верующие в бога но уровень притязаний и стремления какие-то они были совсем другие я никогда так не смотрел и первый раз я задумался об этом и сделал для себя честное откровение что действительно я с ней потому что мне все в ней симпатично здесь и сейчас то есть если на момент вот сейчас я вижу это сто процентов что будет хорошо да но как это в будущем это никак просто мы не мы не сможем будущем вы не сможете байдан когда перенеслись будущее с ней вы просто почувствовали да да и при этом она хорошая девушка с ней все хорошо она все до сих пор верная богу сегодня в своей семье одеть мне уже не был просто какой-то святой дух или как бы человек даже просто разумом может увидеть что нет подходящего то что вы сказали разный ритм данного разный уровень притязаний там как-то тогда и масштаб я думаю что это не а какой-то чудесная вмешательство святого духа я думаю что это вот как раз работа наставников обратить внимание на свои слепые пятна которые ты не видишь это то наверное чем мы сейчас занимаемся мы помогаем людям подсвечивая как раз то что они не видят потому что ты в моменте в эмоциях не видишь себя со стороны и ты просто вот в этих розовых очках поэтому то что мы предлагаем людям это как раз именно это сопровождение это мягкое наставничество да то есть виталик он просто описал же да что он внешне видел это был его стереотип это было его понимание что ему нужно да но наставник подсветил что в долгосрочной перспективе зная тебя виталик и поняв кто твоя подруга долгосрочной перспективе вот что тебе нужно подумай об этом я очень благодарен этому человеку потому что благодаря его мудрости да он подсветил мне и в каком-то смысле дал мне направление вот именно такой долгосрочный помните мы говорили как строить империю да смотреть долгосрочно надолго и вот это видение она тогда спасло меня на правило и сейчас мы этим видением служим другим людям интересно мне правда был все равно вопрос мне хотел задать то есть вот вашей истории я поняла но это было сделано очень деликатно что иногда некие союзы можно отговорить от того чтобы они состоялись то есть не всякий союз должен состояться вы так вот применять это своей практике есть да да но мне слово отговорить может не нравится мы мне подсветили решение принимал только я абсолютно точно он не говорил мне расставаться он подсветил мне что-то что я не видел а я для себя прям решение я думаю что да если говорить о том что у нас есть какая-то ролик у нас танников это только обратить внимание и в любом выборе важно чтобы человек видел последствия одного выбора и второго и дальше уже сам решает точно вот о вашем детища да а вот этой вот программе семейной которая помогает в любви за не ошибиться да 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 помогает людям вот не сделать ошибку она больше для вот на этапе выбора спутника жизни то есть когда мужчина и женщина они ищут спутника жизни и они трепетно естественно чувствовать себя да потому что вот как мы говорили вначале да как бы так минимизировать риски да то есть как как действительно найти того самого ту самую до чтобы вот на всю жизнь поэтому да это интересно как идея прошла виталию первому да я в спортивном зале ну хоть и мужская раздевалка и там такие есть шкафчики на шкафчике появилась реклама я смотрю на эту рекламу там очень красивая пара свадебная пара в танце мужчина держит красивую женщину там похоже это вальс и было написано что мы научим вас красиво танцевать на свадьбе это будет удивительно и все просто будут в осадке и вот там имя фамилия там тренера там вот я вам поставлю танец я задумался и думаю интересно вот сейчас какая-то пара купит например допустим пускай это будет 10 тысяч рублей не важно там это не так важно сколько это стоит купит этот курс поставит этот танец придет на свадьбу они сделают это плюс они потратят на голуби на лимузины на невероятный ресторан на впечатление фейерверк на на там аду на все на такие вот идеально подобранные кольца платья вот эти все рюшечки я подумал так это это же сколько-то как аудитор я аудитор по данному образованию как бухгалтер все посчитал я такая вау какая большая сумма я я просто спрашиваю интересно сколько денег эта пара потратит на состояние перед свадьбой не на то что они пустят пыль в глаза как мы красиво смотримся какое платье какой фейерверк какие голуби какой танец а сколько вы инвестируйте в подготовку своих отношений чтобы после свадьбы не разругаться не подать заявление там на развод или не жить страдая плача в подушку просто 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 подружки не знают что ты плачешь от насилия от обмана от подставленности и так далее это знаете я вот сделаю ремарку не могу удержаться мне попалась несколько лет назад как бы история женщины в соцсетях она очень такая приятная иммигрировала в америку там она разошлась с мужем и вот она находилась в поиске и я вот тут и из ее как бы откровение узнала что есть вот как раз таки как бы наставники в поисках пары и у них есть целый алгоритм и которые не предлагают люди то есть людям за деньги как бы они типа ведут людей но по сути дела людей как бы заботят какие-то вопросы очень очень примитивные то есть ваш запрос который вы ставите это очень высокий кто-то может его даже не поймать потому что он как бы слишком высоко или где-то романтично может быть сформулирован потом вот я ее увидела может быть через год у нее так и ничего не случилось и думаю боже мой сколько людей через тебя прошло ты ну как бы такая красивая женщина такая интересная и ты вот обманулась такой как бы конфетой какой-то не знаю или обложкой и и ты находишься вот в раздрае на самом деле ты так ничему не пришла как бы да ты пережила какой-то опыт но это так грустно вы по сути дела увидели даже на следующем шаге вроде люди уже нашли друг друга вроде они пришли к свадьбе к тому чтобы ознаменовать события соединения двух душ но на самом деле не было тех кто назвал назвали бы им что есть самое главное сможете ли вы жить вместе а будете ли вы жить вместе да есть какие подводные камни да то есть на что обращать внимание какие какие вопросы задавать как людей насквозь как даже в этом в этом периоде ухаживания как планировать финансы действительно как относиться к своей его сексуальности вопросов там решать конфликты а мы просто поднимали чего мне нужны отношения да немножко тебя прости перебил действительно ведь это же важно понимать чего я еще что не может дать партнер а что мне нужно самому себе дать на потому что есть зависимость в отношениях да вот эти вот все разные сложные вещи вот потому чтобы отношения были здоровые близки кто я на рынке отношений вот потому что хочешь ты или не хочешь есть такой вот это просто этим живет я бы сказала и человек просто на витрине если ты немножко не попал в шаблон то как бы с того что-то неправильно навязывают мысли что что с тобой неправильно и люди теряют свою целостность потому что не понимают что со мной все хорошо я не бракованная я достаточно для того чтобы своей жизни счастлива жить и я просто ищу человека не который будет моей половинкой потому что сейчас я вот только пополам разрубленный где же эта вторая половинка ползида на земле нужно соединиться и стать целостной личностью я уже целостная личность и и просто я ищу кого я возьму за руки да и пойду туда куда я хочу мне нравится метафора что пара вот мужчина женщина это как два огонька танцующих рядом то есть они один огонек не должен разжигать второй или тушить его да мы целе личности которые объединят свою силу да и им просто прикольно и и кайфово жизнь вместе танцевать вместе эту жизнь я хочу спросить достаточно ли много людей проявляет вот этот прям мудрость жизни чтобы спросить у вас а как вот или купить курс у вас как влюбиться и не ошибиться потому что мы радуем даже не в плане то что это доход хотя конечно тоже в плане это профессиональная деятельность мы радуем за радуем за то что а куда вообще как мы как страна как общество идем потому что если мы сейчас видим как сильно подвержен удару институт брака на западе западной культуре насколько большой слом идет и давление на то что а семья это как мы говорим это брак мужчины и женщины как союз до мужчины и женщины и насколько ломается сейчас поэтому быть амбассадорами вот вот этого вот такого мышления мы очень хотим и мы всем вот ребята это настолько прекрасно когда двое договороспособность вот они помните когда пришли к согласию и решили построить империю то что мы в первой части говорили что это это же не на пять минут это же это же не просто пока нету морщинок у нее или циолита или или пока лысина там как не проявилась да или пока деньги зарабатывают это же не не про это мы же насколько мы как личности умеем быть верными последовательными и постоянными в этом наверное есть духовность потому что как себя считать христианином только если вот первая же какая-то история там случилось ну там со здоровьем там или работу потерял твой партнер и ты сразу начинаешь сомневаться а с тем ли я и так далее вот этот очень интересный вопрос мы конечно подсвечиваем людям не только которые уже пришли вот а можно нам понять воля бога или не воля бога чтобы мы были вместе это конечно хорошо если такой запрос есть но мы работаем когда люди просто сами по себе одни еще не понимают с кем им им быть в отношениях либо у них были отношения но они разочаровались они побывали в абьюзе побывали в таком насилие над своей душой что они говорят я не хочу быть там и потеря доверия вообще противоположному полу что либо меня обманывают когда меня используют для своих целей мною играют но я не живу и этот вернуть веру в себя веру в то что управление своей жизни да что это сознательно я управляю это осознанность то что мы говорили да в самом начале что все хорошо с тобой вот вернуть человеку веру в себя вспомнить что сушать с тобой все хорошо давай мы подсветим то что ты забыла найдем то что ты в себе потеряла или забыла этот курс на самом деле не для женщин он для всех и мужчин и женщин приходит они получают одинаковое прозрение одинаковую силу двигаться дальше и вы с другой стороны имеете и позитивные уже отклики и отзывы о вашей программе сколько лет она существует и сколько у вас таких откликов курсы записали мы относительно недавно и потому что мы больше года назад да да может быть больше года назад но просто мы 26 лет служили этом просто как без курса мы просто помогали мы там уже не оформлены в курс 50 пар мы просто им на женили сколько мы еще помогли людям просто не попасться и я знаю что ваш как бы основной курс или один из таких состоявшихся записанных курсов называется как влюбиться и не ошибиться и в начале нашей программы просто хотелось бы попросить вас чтобы вы предъявили как визитную карточку может быть такую экспресс выжимку или совет сразу тем кто начинает смотреть нашу программу как действительно не сделать ошибку в таком важнейшем ключевом деле нашей жизни к сожалению очень многих людей есть представление что можно сейчас пожить с этим человеком потом с другим человеком потом с пятым но очень часто людям не говорят что каждое расставание оставляет за собой боль оставляет за собой какие-то обломки какие-то раны и в следующий уже союз он не так прекрасен он не так безоблачен как казалось бы должен быть и поэтому это непростое дело хочу вас как профессиональных тренеров спросить что же что же делать молодым людям поможет и не молодым секреты которые мы возможности не вам расскажем они конечно не связаны с возрастом потому что они универсальны если бы вот сжать весь наш курс всю нашу мудрость весь наш опыт который мы прошли за 26 лет на браке до 26 лет браке я бы сказал так одним словом секрет это в договор о способности это новое слово которое вообще нужно к нему привыкнуть и думать таким образом потому что через договор о способности люди приходят к согласию без согласия смысла в любых отношениях нету неважно ты хочешь на месяц побыть с человеком на одну ночь или ты хочешь всю жизнь построить должно быть некое согласие только такие отношения они доставляют себе удовлетворение если понимаешь что с таким чеком ты растешь скрываешься и развиваешься я отвечаю на этот вопрос наверное назвала бы еще слово осознанность потому что все таки когда мы любим это больше ассоциируется с чувствами с эмоциями с какими-то ощущениями до внутренними но если мы действительно хотим построить крепкий брак надолго то здесь как говорится важно включить мозг да и осознанность я думаю должна быть прежде всего в понимании себя потому что опыт нашего брака показывает что вот когда я вышла замуж я даже не столько виталия узнавала сколько себя потому что в этом тесном взаимодействии проявляется кто ты то есть до брака я думала что вообще со мной все отлично я просто сплошной подарок выйдя замуж я поняла что да у меня есть много вещей каких-то моих представлений о жизни о ролях мужчина-женщина своя неуверенность много-много всего что наслоилось на меня до того как я встретила до мужчину и это влияет и поэтому осознанность в том кто я осознанность в том что я думаю что и чувствую как и себя веду почему я так себя веду и вот мне кажется если подходить к выбору спутника жизни осознанно то мы не мидиме минимизируем риски влюбиться не ошибиться на то есть мы стараемся как-то более или менее взвешено до подойти к этому процессу вот и тогда мы готовы работать с собой мы готовы договариваться с партнером и тогда в целом как бы прогноз благоприятный да мне кажется осознанность просто многие люди путают с умом там каким-то способностью к никому анализу но в первую очередь другого человека люди не совсем понимают что такое осознанность осознанность что это в том числе включает как наверно 50 процентов именно спрос себя что что я внес что я сделал что я могу сделать почему я от другого требует то что должно дать мне некое утешение покой и так далее то есть делаю ли я счастливым другого человека то есть вот именно не просто понимать что происходит а вот еще спрашивать себя в первую очередь наверное это это признак очень зрелого человека да да то есть видеть свою ответственность да в происходящем мы за зрелость наверное потому что если люди начинают отношения по детски детском садике в мальчик любил девочку и да с тобой хорошо но не больше того вот история которая например я пишу в своей жизни я я создаю империю мне нравится как интересно познакомиться друзья с империалистом императором но это метафора давайте сразу скажем империя это ваш дом или вообще все к чему вы прикасаетесь это то то где я проявляюсь давайте то где я могу служить то где я могу построить давайте так вы знали что вы императрица или вот прям сейчас только что это узнали на самом деле да Виталий сейчас пояснит потому что мы же когда слышим слово это кстати в отношениях тоже очень пригодится это понимание когда мы слышим слово мы вкладываем это в свое понимание да свой смысл и вот даже что такое любовь он думает одно она думает другое да что такое дружба это тоже и вот когда Виталий говорит что империя давайте вы уже знаете да мне интересно послушать что сейчас Виталик скажет да потому что я у нас сюрпризов на двадцать седьмом году совместной жизни да 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 я пока вы не слышали я где-то слышал такую историю что мужчины делят женщин на три категории это с кем ты можешь подружить пообщаться но тебе не интересно ничего глубже потом это ну назовем это так женщина на одну ночь то есть тебе важно ее тело но это не друг и ты ничего долгосрочного не планируешь с этим человеком и человек с которым ты готов построить империю то есть это то где ты готов детей рожать воспитывать передавать поколение свои мудрые знания замки машины счета опыт свою какую-то силу то есть это то где ты хочешь максимально проявиться это не предполагает ни первая ни вторая категория потому что ты никогда не дашь наследство женщине которая для тебя вот сейчас сейчас залетел в твою жизнь да и убежит вот или со своими интересами пришла к тебе что-то от тебя взять какие-то ресурсы поэтому когда я говорю слово империя я подразумеваю что мужчина сам по себе он хочет в этой жизни оставить след он не только должен найти смысл своей жизни да но мы понимаем что он в боге ты ну как это найти бога да когда мы как если например как христиане ну хорошо а если человек неверующий он все равно ищет для себя способ да смысл как в этой жизни но что-то оставить после себя не просто вот как начать такой смех забрал потребил все что-то там другое произвел а что-то после себя оставить и это прекрасно когда есть такое долгосрочное мышление и когда рядом с тобой помощница которая в твои но в этих же интересах двигается помогаете создать эту империю это очень интересно потому что такое долгосрочное мышление это как раз признак осознанности про которым только что это для этого говорили без этой осознанности у нас не строится империя у нас строится что-то знаете как не знаю там в песочнике мы построили там из песка какой-то формочку но прошел дождь или прошел хулиган наступил у нас ничего это не осталось мы хотим что-то действительно основательно оставить поэтому мы должны найти в этой жизни человека с которым можно идти далеко и долго и это я как мужчина называю императрица она может назвать меня в этом смысле император это просто метафора понятно что мы не это смотрите здесь неважно ваши доходы на самом деле у вас может быть доход там какой-то достаточно скромный но это не мешает тебе быть императором в этой жизни потому что это как ты себя чувствуешь да интересно интересно мне конечно зацепило очень слова империя потому что это очень большая амбиция то есть мне кажется даже больше чем королевство звучит нужно строить свой дом там или свою там землю но вы решили прям так сразу замахнуться да да я думаю что это про масштаб да что мы здесь не просто вот что-то сделать как-то просуществовать эту жизнь или для тебя только или для себя да вот просто вот ну вот у меня есть мой дом и все я люблю свою жизнь я люблю бога я хочу чтобы они узнали люди я несу свои ценности да в мир я передаю детям и я хочу как свет на подставке да чтобы это могло светить потому что как бы это не моё достояние то есть то через что меня провел бог или то что он сделал моей жизни это точно также может пригодиться кому-то еще поэтому ну вот я чувствую себя что вот он как нашей семье бог что-то дает мы это интегрируем внутри да мы это проживаем и как бы транзитом и передаем дальше наверно поэтому мы преподаем да наверное поэтому у нас онлайн школы наверно поэтому мы работаем как коучи психологи потому что все что дано невозможно это удержать в себе это хочется просто передать дальше чтобы это кому-то еще помогло и конечно приятно видеть когда есть это тоже находит отражение в жизни других людей есть результаты знаете вот когда я вас слушала мне пришло в голову такой вопрос хотела спросить что для вас взаимоотношение с богом что что это как это вообще потому что мне кажется у нас стране есть такой нюанс вот в православном контексте для очень многих людей это очень очень интимная сфера взаимоотношения с богом вера в бога да то есть вот вера в бога да я могу прийти храм я могу помолиться есть всевышний но как ты можешь говорить что ты с ним разговариваешь что он тебе что-то говорит да он тебя благословляет защищает но кто ты такой вообще чтобы утверждать такие сильные вещи как так получилось что вы можете говорить эти слова и что для вас это значит может быть вот может быть вы вера или виталий как отношения с богом хороший вопрос потому что мы сталкиваемся с таким такой истории что для многих отношения с богом больше похоже на такую как найти как чек-лист когда например приезжает машина на автосервис то мастер принимает машину и по чек-листу проводит так например тормоза проверил масло поменял здесь пылинкой сдул все и отдает клиенту говорить мои все сделано и он показывает эти чек-листы и для некоторых отношения с богом возможно вот я ну даже сталкиваюсь с таким отношением что это некий такой набор чек-листов например я сходил в святое для меня место я сделал правильные например тело движения я выставил столько сколько нужно или по или просидел да например на службе я прочитал то что мне там например прислали ссылку знаете сейчас такой момент когда библия как отрывок дня присылает до достиг дня да я такой читал ли я сегодня библию галочку я читал конечно вот оно пришло я могу даже тебе сказать о чем я там прочитал да и почти к листу также вот заповеди да там я не матерился я не да да я молился я сегодня перед едой там сказал господи спасибо то есть можно пробежаться по своему такому христианству и удовлетвориться и сказать со мной все хорошо но не о таких отношениях с богом я думаю бог нас но он не в такие отношения приглашал нас нигде не в отношении где мы сверяем себя с неким таким чек-листом и на основании этих галочек мы успокаиваем себя говорим со мной все хорошо или наоборот виновата себя чувствуем я недостаточно сегодня какой-то да там верующий там или христианин отношения с богом для меня очень интересно открывается в одной истории которая была с енохом про него отношения с богом достаточно мало мы можем вообще личность мало не знака предложение буквально одно практически гулял с богом доходил с богом что это такое ты сидишь думаешь что это значит но именно его бог сказал вот суши я прям я прям не дождусь когда ты ко мне придешь можно я сделаю побыстрее своей жизни твоей жизни что-то что-то что приведет меня к себе то есть гулял-гулял пропал мы понимаем что бог его забрал к себе вот как быть как иметь такие отношения которые не будут описаны этим чек-листом но будет описано отношения что а такое отношение что ты как будто бы ходишь с богом как это можно ходить хождение с богом сформулировать какими-то правилами законами которые можно было бы потом отделаться как я это сделал это сделал это это состояние это точно не поступки отношения с богом для меня почему я это все рассказывала отношения с богом это не поступки которым я могу себя оправдать как галочкой что я это сделал. Они, безусловно, есть, я надеюсь. Они есть как следствие. Они есть как следствие. Они непривичны. Да, но просто люди-то привичны. Они же как будто бы хотят в чём-то успокоить себя, либо, например, своего наставника, своего пастыря, или своего родителя, если родители хотят, чтобы ты там, например, дети верующих родителей, да, дети делают что-то, чтобы родители успокоились. Да был я, был на собрании, читал и читал Библию. Это разве отношения с Богом? Формально выглядит, да, но по факту человек не ходит перед Богом, не ходит с Богом. Поэтому мы говорим, что отношения с Богом это состояние, которое невозможно по большому счёту взвесить и оценить кому-то, кроме тебя, кроме твоих отношений. Кроме Бога, никто не может сказать, насколько ты близок к Нему. Но у вас есть некая чувствительность, которая говорит вам, что у вас есть с Богом отношения, и они вас радуют, надеюсь. Да, да. Они меня точно не огорчают. Я могу быть голодный до какого-то ситуации, как я чувствую, например, что мне мало сейчас отношений с Богом, мне хотелось бы больше. То есть у меня есть такое ощущение, но я в большей степени хотел бы предречь тех, кто нас слушает, от чувства вины. Потому что мы чаще всего в религиозном мире сваливаемся в такую крайность, что мы виноваты. Да, что мы всегда не успеваем дать ему что-то, что он от нас ожидает, и мы все время не додаем. И тогда мы всегда приходим с поникшей головой, мы как будто бы хотим оправдания, вечного оправдания. И мы не чувствуем, что мы в моменте дети. Получается, самое главное в отношении с Богом, это не чувствовать себя каким-то должным и виноватым, а чувствовать, что ты с достоинством пришел к своему любимому отцу, ты принят, он тобой доволен. И ты не бегаешь постоянно, как будто отмываешься. Ты постоянно наслаждаешься этим отношением. Наверное, это то, что имелось в виду, когда Бог о Енахе говорил, что Он ходил перед Ним. Да. Я вот здесь тоже могу добавить, для меня Бог – это личность. Это значит, что я могу приходить к Нему со всем, что у меня есть. Все мысли, эмоции, чувства, переживания. Вот как с отцом. У меня, кстати, не было родного отца, и я вот в Боге, вот я пришла к Нему в 17 лет, я как раз нашла все, что я искала, потому что есть тот, кто любит меня, кто верит в меня, кто имеет на мою жизнь планы, кто принимает меня, вот сейчас все, что говорил Виталий. И это мое желание узнавать, общаться и стараться его радовать. И, кстати, здесь есть очень хорошая параллель вот в отношениях с другой личностью, как с мужем. То есть мы когда познакомились, что мы узнавали друг друга, мы узнавали, кому что нравится, мы узнавали ценности, мышление. И тогда, если я люблю человека, то я тогда хочу делать то, что ему приятно, я открыта о том, как я себя чувствую. И вот мне кажется, вот это отношение как с личностью, и с любимым человеком, и с Богом, это нечто похожее. Потому что мы живые люди, и Бог, он тоже живой. Раз уж мы заговорили о личных взаимоотношениях, как вы можете в нескольких словах охарактеризовать вообще ценность, которую вы получили тоже вот в церкви, уверовав, каким образом вообще это произошло, если это возможно, буквально вот кратко как-то описать. Может быть, кто-то воспользуется вашей историей. Да, я могу просто продолжить вот эту историю. То есть, я училась в историко-литературной школе, я поступила на филофак, я много читала, я много думала, и мне реально было непонятно, как бы, ради чего мы все живем. Вот, и поэтому я думаю, что когда я стала читать Библию, я увидела в ней ответы на мои вопросы. То есть, у меня, знаете, как будто бы вот почва под ногами появилась, я как бы стала на твердое основание. Я узнала в библейских принципах то, что я всегда чувствовала. Но до этого я была растеряна, потому что все писатели, философы, все правы, они говорят разные вещи, но при этом вроде все правы, кому верить, и истина. Вот, и поэтому для меня, я думаю, первая вот важная вещь, то, что я в Боге обрела картину мира, твердое основание, понимание того, как все работает, все эти закономерности, потому что только тот, кто создал жизнь, может знать, как мне в ней жить, чтобы быть счастливой. И как строить отношения, как воспитывать детей, и как обращаться с финансами, с людьми общаться и так далее. И вторая важная вещь, это то, что я вот сказала про отца. Потому что вот это понимание милости, принятия, любви, я думаю, это вот такая сетка безопасности, которая необходима человеку чувствовать. Почему сетка безопасности? Может быть, вы слышали, был мост Сан-Франциско, когда его строили, многие люди падали и разбивались, когда строили мост. И тогда натянули сетку, чтобы люди, падая, не разбивались, а могли упасть в нее. И это интересно, что как только сетку повесили, люди перестали падать. То есть, когда человек, он чувствует и знает, что его подхватят, и все будет хорошо, он как бы меньше ошибается. поэтому мне кажется, это то, что со мной произошло. Я получила от Бога вот это принятие, любовь, и тогда, когда я знаю, что что бы я ни сделала, мне все равно любят и примут, я просто стала смелее жить, смелее делать шаги вперед, не знаю, расти в профессии, строить отношения и так далее. Поэтому для меня вот этот путь в 17 лет и дальше, вот уже 30 лет, он в этом. Это очень красивая история. А у вас как это произошло? Сколько вам было лет? 17. Мы на годке и в одно время прошли. Получилось, что когда меня позвали в церковь, я считал себя неверующим человеком. Более того, я всех верующих, я не знаю, как передача, можно это говорить или нет, я считал всех лохами, потому что это люди, которые просто слабаки, они не могут в этой жизни ничего достичь, и Бог им нужно как прикрытие, которое как бы объясняло им свою слабость, как-то я так вот больше это видел. И когда меня пригласили вот в церковь, пригласили изучать Писание, я наотрез говорил, я в вашу секту не пойду. Это ваши проблемы, что вас туда заманили, решайте свои проблемы сами. Это мои друзья были, которые сидели со мной в одном, ну не знаю, в одном учебном заведении. Но они настолько были настойчивы, мои друзья, что я решил, что я схожу только для того, чтобы они от меня отстали. Мне вообще не нужен ваш Бог. Когда я пришел, моя первая мысль была, что здесь слабаки не они, а я по сравнению с ними. Это первая была моя мысль. Но это не от того, что вам кто-то мышцами там бряцал перед? Нет, я был ростом-подросток. Он качался, был бодибилдером. Я такой был достаточно хорош. Слушай, было запугать, да? Бел другом, да. Выглядел внешне достаточно хорошо, но внутри себя считал тряпкой. И об этом никто не знал. Никто не знал. И это вот эта двойная жизнь, что я на самом деле очень во многих вопросах был неуверенный, был трусливый. И даже то, что, например, я в детстве ходил в логотинический садик, я просто не очень хорошо свои мысли изъяснял. Поэтому мне что-то сказать человеку, если я немножко заикнусь, запнусь. Мне это очень нравилось, я лучше промолчу. То есть фактически я не сильно хорошо разговаривал, так скажем, с людьми, особенно незнакомыми. И когда я пришел туда, я увидел совершенно других людей, которые имеют то, что не имею я. Я всю жизнь пытался построить что-то внешне, а у них был какой-то внутренний ресурс, сила. И мое любопытство к Богу проявилось сначала через то, что я увидел жизнь людей. Я не понял проповедь, я не понял суть этого собрания, но я увидел вот эти составляющие звенья этого собрания. Это люди, которые открыты, которые искренни, которые любят друг друга. И это было то, что меня подцепило. И потом, понятно, что я остался потом, изучая Библию, я остался из-за Бога. Но что меня привело, это любопытство, как можно жить по-другому, так открыто, не стесняясь даже того, что я, например, стесняюсь, а они просто настолько по-другому себя позиционировали, и так было им легко, как будто бы они принимали себя такими, какие они есть. И вот это меня очень подцепило. Ну, я, понятно, изучал Библию, покаялся, крестился, изменил свою жизнь, и дальше уже рос в Боге, познакомившись с ней, уже дальше вместе взявшись за руки. В последние 26 лет растем вместе. Знаете, вот интересно, да, что это как бы приводит меня тоже к началу нашей программы, когда мы говорили, что очень важно договороспособность и осознанность. И удивительно, что вы в 17 лет были очень осознанные, что Вера, что Виталий, и что вы понимали, что у вас внутри, то, что вы скрываете от других людей, создавая внешнюю такую благополучную, сильную картинку, или наоборот, вот Вера, она тоже четко давала себе отчет в происходящем и искала опору, опору в жизни, как бы в истинном мнении и тоже отдавала, ну как бы четко понимала, что она ищет. Это прям удивительно, что вы в этом смысле оказались очень такими похожими одного поля ягода. Но, знаете, я верю, что действительно это для меня один из признаков людей, которые приходят в Царство Божье. Оно незаметное, рядом могут быть люди другого поля ягоды, скажем, но люди, которые любят истину, люди, которые честны перед собой и могут быть честны с другими, но в первую очередь перед собой. Это люди Бога, потому что Он есть истина, это одно из Его имён. Но второе, это, конечно, то, что Он любовь. Не все даже честные перед собой, они готовы любить других, может быть, они дают поле для ненависти, поэтому я думаю, что в Царстве Тьмы есть люди умные, способные к высочайшему анализу и к хитрейшим комбинациям, но, к сожалению, они свое сердце посвятили на другую силу и как бы живут сейчас пока с этим. Но Божьи люди, они как минимум хотят любить, дарить любовь, и они отдают себе отчёт в том, что происходит. Спасибо за вот это замечательное начало нашего знакомства, друзья. Это всего лишь первая часть нашего общения, поэтому я напоминаю вам, что вы можете посмотреть продолжение нашего разговора, беседы, и я уверена, что наши замечательные гости дадут вам ещё больше ключей к тому, чтобы ваша жизнь была осознанной, чтобы ваша способность договариваться, разговаривать, делиться и понимать, что происходит, возрастала, чтобы вы были успешным, счастливым и достойным человеком. Субтитры создавал DimaTorzok